Борец за мир, создавший оружие массового поражения. 21 мая этого года в России отмечают столетие со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося физико-теоретика, академика Академии наук СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы. Он предлагал разместить заряды вдоль побережья США по 100 мегатонн каждый, в случае любой опасности нажав на кнопку. Спустя годы Сахаров изменил свои взгляды, подался в политику и выступил против использования ядерного оружия. За свободу человека презирал преследование власти. Мечтал о мирном сосуществовании и прогрессии. В 1980 году академика арестовали и сослали в Горький. В преддверии столетнего юбилея Сахарова 11-классники школы города присоединились к проекту «Читаем вслух» и прочитали отрывок из его книги «Горький, Москва и далее везде». Произведение – это публицистическое, такое, похожее на дневниковые записи. И рассказывает о грустном периоде из жизни Андрея Дмитриевича. Это «Горьковская ссылка». И последние три года его жизни он в 1986 году был освобожден от этой ссылки, а в 1989 он уже умер. Этот короткий промежуток времени в жизни академика был насыщен большим количеством важных и знаковых событий. В ноябре-декабре 1988 первый раз поехал за рубеж, где встретился с главами США, Франции и Великобритании. В 1989 году он был избран народным депутатом СССР от Академии наук. В мае-июне того же года участвовал в первом съезде народных депутатов СССР в Кремлевском дворце съездов. В своей автобиографической книге Сахаров написал о событиях, которые происходили в стране в это время. Его точка зрения на вывод войск из Афганистана, на разоружение и сокращение ядерных испытаний, на правозащитную деятельность, на взаимоотношения с КГБ и с органами власти, на физику, безусловно. Там очень большое внимание уделяется и общению с учеными, с академиками, с бывшими его коллегами по работе, с членами Российской Академии наук. В книге «Горький, Москва» и далее везде семь глав, приложения и письма. 23 одиннадцатиклассника, которые собрались в зале Дворца детского творчества, прочитали вслух первую главу. Написал главному врачу больницы имени Симашко Олегу Александровичу Обухову письмо с заявлением о прекращении голодовки. Через несколько часов меня выписали из больницы и привезли к Люсе. Несомненно, мое решение было подарком для ГБ. И, как описано у Люси, они хорошо воспользовались им. Итоговая в этом учебном году встреча пройдет 12 мая. Ученики шестых классов почитают сказочную повесть Александра Волкова «Тайна заброшенного замка», заключительную часть цикла «Волшебник из Мурдного города». Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.